Вот такое блюдо сегодня у меня получилось, прям, прям так хочу, а я не могу. Что я буду в новостях на первом канале, там чуть-чуть меня должны показать. И чуть-чуть добавляем, прям вот. Кстати, я когда выхожу из дома, всегда имею привычку. Так, сделала салатик, и знаете, что я хочу попробовать? И хочется спросить себя, а что же сейчас вот ты бы хотела изменить? Ну, вот в такие моменты обычно, я думаю, пора снимать влог. Дыня взял мои вот эти вот патчи для лица. Девочки, это не тейпы, это патчи для лица. В инструкции написано патчи для лица. Да, и это вот кто мне писал, кстати, на втором канале, я делала обзор на них. И там не было ничего написано про тейпы, про натягивание кожи. Это патчи для лица. Короче, тейпы будут еще у меня на этом канале, причем на главном. Вот Денька забрал все это у меня, все осталось 4 штучки. Но это же не дело так их использовать, Денюль. Ну, ладно, ему интересно, мне не жалко. У меня лишь бы ребенок был занят чем-то. Он реально сидит такой тихонечко, я думаю, что притих. Смотрю, вот красоту делает. Ну, играйся вот с этими кусочками. Все, больше нет, ты все использовала. Ну, а я вас приветствую. Всем доброе утро еще раз. Я выложила сегодня видео, уже составила план. Мне очень прям нравится в инстаграме делать план. У меня сегодня очень много планов. Мне нужно пройти два марафона разных. Один уже есть, нужно пройти. У меня все стучит, здесь ветер работает. Это не у меня дома, это у соседей. Один марафон пришел, его нужно прослушать, выполнить задание. Потому что вчера просто уже не было сил вечером. Второй вебинар должен прийти сегодня. Это то, что я купила, рассказывала вам в прошлом влоге. Также сегодня мне нужно... Я, видите, убрала кровать, чтобы мы на ней вот здесь не горцевали, не бегали. Также мне нужно, значит, сегодня планы убрать здесь все. Убрать, помыть полы, как бы подготовить все. И, а, еще, блин, второй слой, наверное, да... Второй слой вот там пройдусь, подкрашу, чтобы было плотненько. Ну, это мелочи. А что я красить буду сегодня? Сегодня у меня план покрасить вот здесь вот эту часть для гардеробной и узнать цены на гардеробную. Так, еще сегодня были планы посмотреть сериал, найти карниз, который мне нужно, поучить английский и найти кондору с натяжными потолками. То есть мне все это нужно сделать, чтобы я понимала, за какую цену и где я это буду заказывать. Всех обзвонить и назначить даты. Еще мне нужно сходить в аптеку за кое-чем. Вот. И я, видите, уже даже не помню, у меня список из 11 пунктов. Я даже смонтировать видео. Вот. Ну и, в принципе, все на сегодня. Если что-то еще будет, я допишу сюда. Но мне нравится. Я в прошлый раз написала все. И все, что написала по плану за день, выполнила. Именно потому, что я написала не себе на листике, а написала на всеобщее обозрение. И в сторис делаю отчеты. Я думаю, блин, я должна быть молодец, должна показать девочкам класс. Как я могу. Ну, блин, это реально сильно мотивирует. Я решила писать еще раз. Сегодня тоже проснулась, нашла фотографию, написала все планы, выставила пост. Мне кажется, это интересно читать вообще, что за планы у человека. Мне интересно их выполнять. Именно так вот как-то мотивирует меня. Сейчас я выпила кофе. Сейчас еще одну кофе выпью. И буду уже думать, что делать вперед. Что еще будем стирать? На, вот это. Держи. Так, давай вот это стирай. Вот это. Носочек твой. Так. Ха-ха-ха. Еще? Снова. Убираю вот этот лобоволочек, потому что я сюда поставлю младрак сейчас. Можно вымотить лобоволочек. Так, все. Начинаю красить здесь. Сразу потом перехожу. Тут немножко подвинула все. Подмела. Перехожу потом сюда. Деньки нашла занятие. Он у нас играет. Вот что? Мозаичка такая. Тоже брали, по-моему, в фикс прайсе. Ну, полчасика точно поиграешь, да? Играй. Так, все. Я тут подкрасила еще один слой. Пусть пока сохнет. Еще кое-какие моменты тут подкрасила. Ну, так уже, на всякий случай. И все, я перенеслась сюда. Красим. Разбавила красочку чуть-чуть с водичкой, чтобы первый слой сделать таким. Ну, не таким плотным. Все равно второй слой красит. Расход краски большой. Фу, сделала один слой, увлеклась чуть-чуть, вот там продолжила. Ну, в любом случае, там будут натяжные потолки, поэтому мне вот этот вот угол, главное. Сейчас подсохнет, второй слой сделаю. Ох, шея болит. Пойду кофе пока сделаю. А Денечка все продолжает. Ух ты! Ну-ка, покажи, что ты тут сделал. Какой цвет? Черный. Черный. А вот это? Красный. Красный. Какой цвет вот этот? Желтый. Желтый, правильно. А вот этот? Фиолетовый. 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 Молодец. Давай, делай дальше. Работу. Умничку, мою умничку, мою кожулечку. У меня, кстати, очень быстро закончилось гречневое молоко, но у меня еще одно там есть. Так как я люблю миксовать, я не буду третий день подряд пить латте с своим этим гречневым молоком. Поэтому я взяла шоколадный милок, он без сахара классный, вот это вот молоко. Я его добавляю чуть-чуть, вот так вот, где-то для вкуса шоколадного. А в основном, допустим, на соевый. Делаю соевую основу и чуть-чуть добавляю шоколадного и кофе. Получается очень вкусный кофе, поэтому эти я сейчас открою сразу два. Так, ну все, покрасила в два слоя, немножко по уголкам прошлась. Короче, это будет в шкафу, это не особо там как бы будет вообще видно, вот. Ну, сейчас она свеженькая еще, она побелеет попозже. Здесь все покрасила. Здесь Денька нашел себе развлекалочку, просто спускаются. Здесь тоже еще уголки прокрасила свежим тоже. В общем, все, с краской, я думаю, наконец-таки все закончено. Все, теперь попить кофе, позвонить подруге. Денька разбросала. Вот почему я не люблю вот это вот мозаики, потому что они по всей квартире. Сейчас я уберу и перезвоню своей подруге. Ура, 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 ура! Все, повесила-завесила комнату. Здесь даже краской сейчас не воняет особо. Целый день окно было открыто, так что все проветрилось как следует. Сегодня будем спать здесь. Кстати, у меня там, оказывается, так много света было. От компьютера светит, от мышки светит, даже когда компьютер выключаю, от котла светит, от стабилизатора светит. Короче, от много чего светит, и как-то получается очень светло было. Но Денька, в принципе, достаточно быстро уснул, даже при всем этом свете. Ночью перебрался на диван, пока я не спала. Потом я его, конечно, переложила, потому что я люблю с ним в обнимочку спать. А он на диван куда-то ушел еще. Денька, сегодня будем спать здесь. Ложись. Спать будем? Спать, ложись. Ба-бам. Че, 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 лапочка, младенька? А, ничего, кухня. Че, такой желудкий зоочоночек у мамочки? Такой желудочоночек у мамочки? Куда выбирал? Куда? И, короче, сегодня целый день я какая-то, не знаю, блин, все равно ленивая. Хоть покрасила там потолок, то, все, убрала, захватила прихожая, помыла полы, все, в спальне помыла полы, в туалете в ванной захватила, все сделала. Ну, как-то все равно, как-то не прозвонила ничего. Карнизы, блин, вот эти карнизы, потолки, мне нужно было что-то заказать, купить. Ну, блин, мне надо смотреть. Девочки, а вот, кстати, йогурт. Вот он готов, получилось вот так много его. Я еще полкружечки даже выпила прям таким он был, еле тепленький. И вот, я уже показывала, низкокалорийный сироп без сахара, без ГМО, без глютена. Ну, здесь самое главное, что здесь нет сахара, здесь растительные какие-то тут компоненты. В общем, сейчас в кружечку Денечки я наливаю, да, Денька. Вот, такой он густой. Ой, какой, да? И да, вкусно-вкусно. И чуть-чуть добавляем прям вот. Раз, и все. Вот так вот я ему добавляю. Сейчас все это перемешаю, чуть-чуть нагрею, потому что с холодильника достали, да? Комнатной температуры сделаем. Ложечку бери. Ну-ка, мешай. Вот так мешай. Вот, получается вот такой вот розовенький. Сейчас только чуть-чуть мама нагреет, Денни, подожди. Такой вот тягучий. Ой, такой вкусный, девочки, что я уже не хочу покупать ни кефиры, ни йогурты, а вот все делать. А вот все делать самой. Ну, а пока Денька кушает, наслаждается, я уберу весь вот этот вот, вот это вот все, что Деня раскидал сегодня за целый день. И отклею пластыри, которые я просто не садилась за компьютер, он как их приклеил, так они здесь и висят. Сейчас все поубираю. Вот, время у нас, ой, уже без десяти семь. Сейчас еще полчасика, и я его пойду ложить спать, искупаться и спатики. Все. И здесь он будет спать спокойно, а я буду там спокойно делать свои дела. Положила Малова спать. Сейчас половина десятого, 21.30. Лежу и размышляю. Я сейчас прохожу марафон Блиновской, там четвертый, по-моему, предназначение называется. В принципе, на ее марафонах всегда есть о чем задуматься. То есть я прохожу марафон, выполняю какие-то задания, а потом, когда я укладываю Маловое или просто вот лежу, ну типа как ситуация, укладываешь Маловое, то есть у тебя есть время о чем-то подумать, пока твой малыш засыпает. И вот у меня все время происходят какие-то внутренние процессы. Я что-то начинаю вспоминать, какие-то свои ощущения, воспоминания, почему то, почему это, анализирую, сама с собой разговариваю. И вот сейчас тоже что-то углубилось куда-то. Причем я могу начинать одной мыслью, а заканчивать то есть сегодняшним днем, к чему я прихожу в итоге. И вот я прихожу к тому, что мне хочется что-то изменить в своей жизни, чтобы мне не нужно было вставать в тот момент, когда я хочу с малышом заснуть. То есть вот сейчас мне в принципе все устраивает в моей жизни, все хорошо, но мне хочется больше свободного времени и больше возможностей, которые я могу, наверное, как-то реализовать. То есть больше возможностей, которые я под возможностями я подразумеваю деньги, короче. Больше денег. Я хочу больше денег, намного-много больше денег. Мои аппетиты нескончаемые. Но сам факт, что аппетиты больше не то, чтобы прям там роскошно жить как-то, да. У меня нет, честно говоря, цели прям супер роскошно жить. Ездить на какой-то тачке там за неимоверные деньги, опасаться за свою жизнь, да, что кто-то ее там, кто-нибудь, что-нибудь там. То есть я не хочу с собой много таскать денег, чтобы бояться, что кто-нибудь меня пришьет где-нибудь из них. Нет. Мне хочется иметь просто достаточно для того, чтобы получать какие-то новые впечатления, новые знания, чтобы иметь возможность помочь себе, своим близким и другим людям, да. То есть какие-то ресурсы, да. А когда у тебя ресурсы, ну как бы грубо говоря, ты затыкаешь дыры в плане, допустим, вот, ну сейчас огромная яма образовалась, да, с этим ремонтом, то есть туда все кидаешь, кидаешь как в бездонную яму. И как бы ты пока не можешь взять эти ресурсы и направлять их в какое-то другое русло. Хотя я направляю, я все равно покупаю какие-то вебинары, марафоны, обучение, да, хотя бы по чуть-чуть как-то. Но можно было бы это делать глобальнее, если бы я на это не тратила времени, я бы еще в более какое-то другое русло. Ну ладно, на самом деле не суть, как бы все это исправляемо, все это хорошо, как бы просто я к тому, что я задумываюсь, и вот когда к примитивному, да, уже к сегодняшнему дню так и возвращаешься, и хочется спросить себя, а что же сейчас вот ты бы хотела изменить. И я уже какой раз ловлю себя на мысли, что когда я иду укладывать малыша, во сколько бы это ни было, 7 часов вечера, 8 часов вечера, 9 часов вечера, мне хочется засыпать с ним, мне не хочется после того, как я его уложила спать, вставать и делать какие-то дела. Я чувствую, что у меня уже какой-то не кайф идет, потому что он так сладенько спит, мне прям так хочется. Либо с ним сладенько заснуть, либо повернуться на другой бочок, но чтобы он был рядом, да, и включить сериал. Но пока что у меня так не получается, потому что у меня есть какие-то задачи, которые мне нужно решить, да, именно потому что когда он спит, например, монтаж видео, вот, ну, монтаж видео можно делегировать, чтобы кто-то делал другой. Сейчас я пока что делаю все сама, но было очень удобно, когда мне помогали девочки монтировать видео, да. Я только снимала, а они монтировали. Это было очень круто. У меня было очень много свободного времени на то, чтобы я занималась и вкладывала свою энергию в другие направления, да, или прокачивала там себя как-то. Вот. Хочется вернуть это время, но оно все вернется, когда я доделаю ремонт. Тогда я смогу снова покупать себе всякие вещички, классные шмоточки, снова смогу путешествовать и снова смогу делегировать какие-то свои работы. Но пока что это не так, я встала, сейчас я смонтирую видео, мне нужно задание. Крошечки мои села, у меня батарейка, я поставила на зарядку, пока заряжалась, я уже смонтировала видео, поучила английский, закончила марафон один свой, два хотела пройти, но второй марафон пришло вообще там 60 сообщений. Я такой думаю, нет, сегодня нет, я 1,40 сообщений там прослушала, второй 60, нет, на завтра оставлю, все. В общем, я сегодня молодец, хотя много вещей не сделала, и к сожалению не стала узнавать, ну заказывать, да, там цены, ну цены посмотрела на карниз потолочный, который я хочу, но не стала где-то его заказывать. А у меня сейчас все отталкивается от карниза, то есть мне нужно взять карниз, потом вызвать людей, которые будут делать потолок, потому что они же будут цеплять мне этот карниз, чтобы у меня потом карниз сам по себе не валялся, и я не искала людей, которые отдельно придут его прикручивать. Вот, поэтому мне нужно сначала карниз, потом потолочников, а потом уже занавески, кровать и шкаф. И, к сожалению, так как я не могу купить карниз, потолочников я, может быть, могла бы вызвать, да, но карниз я не могу купить, потому что все магазины строительные закрыты, а в онлайн заказывать я не могу, мне нужно трогать и кровать со шкафом покупать тоже, мне нужно трогать, смотреть, я должна несколько раз все, потому что мне с этим жить потом, каждый день это все трогать и видеть, поэтому вот так онлайн заказывать я не решусь. Поэтому все, мы переехали в ту комнату, остаемся, в общем, там, спим и ждем, когда все наладится у нас в мире. Ну и пока заряжалась моя камера, и я тут все это дело делала, написала мне одна девочка, что там в комментариях что-то творится ужасное у меня под влогом моим последним, типа там заблокировать некоторых людей даже прям надо. И, ну я привыкла, я знаю, что люди могут очень остро воспринимать какие-то комментарии, я потому и закрывала давно-давно комментарии, потому что мне все время писали там такое, там такое, все впечатлительные такие, а я уже привыкла, но все равно захожу, вижу, все время приходится чистить, тратить на это время там и так далее, поэтому их закрывала какое-то время. И так я думаю, ну наверняка сейчас тоже опять девочка впечатлилась как бы, да, но я зашла, я конечно офигела, да, то есть какая-то команда хейтеров, мне кажется, они работают все время пачками, то есть несколько человек, два или три зайдут и давай вот, главное писать комментарии, писать каждый по поводу там каждой минуты комментарии, комментарии все негативные, отвратительные такие, с оскорблениями и еще отвечают всем, кто пишет что-то хорошее или что-то плохое, всех поддерживают, короче, друг другу отвечают, разводят там целый сыр-бор. И я, короче, села, начала блокировать, блокировать, то чувствую, внутри у меня ничего не ёкает, да, то есть раньше, допустим, когда я отключала комментарии, у меня прям ёкало внутри, я прям переживала, что блин, быстрее удалить, а сейчас просто, ну, читаю так, это удалить, это оставить, здесь лайк, здесь ответила, удалить, оставить, ну вот, и ничего внутри не ёкает. Я поняла, что не хочу делать такую большую работу, и там многие высказывали, что, блин, проще отключить реально комментарии, вот там, где ребёнок, потому что есть люди просто, ну, неадекватные. И да, я решила отключить комментарии к своему последнему влогу. И ещё хотела бы просить девочек, большое спасибо сказать тем, кто вступается и что-то говорит, в общем-то, в противовес, да, этим людям, потому что меня одной не хватит всем этим тысячам отвечать, недовольным. Я поняла, что вообще мной никогда не будут довольны, никогда. Не занимаюсь с ребёнком плохо, занимаюсь с ребёнком не так, не так. Лучше бы не занималась, понимаете. Я всё делаю не так. Достали уже, я реально, я ржу над этим. Всё, у меня просто даже нет слов. И ещё хотела сказать девочкам, которые меня смотрят, которые меня любят, пожалуйста, не уподобляйтесь им, и не пишите эти гадкие, ужасные всякие слова и оскорбления, перефразируя их. То есть есть девочки, которые тоже там одна написала, ну как можно написать на ребёнка, что он тра-та-та-та-та, и всё перечисляет. А другая говорит, а на Селену там говорили когда-то, и тра-та-та-та-та, всё перечисляет. Зачем? Я, конечно же, не блокирую этих девочек, потому что они как бы обсуждают, они обсуждают, как грязно меня обсуждают, да, этими грязными словами, и эти грязные слова повторяют. То есть я понимаю, что они меня не оскорбляют, они просто обсуждают эту грязь. Но я такие комментарии тоже удаляю. Ну, то есть не надо, не повторяйте эти грязные слова, чтобы они не висели в комментариях. Получится, что вообще я вот так захожу, например, если таких комментариев немного, я их просто удаляю, блокирую этих людей, чтобы они больше не писали просто мне на канале, да, и не участвовали в моих конкурсах. Мне всё время так не хочется, чтобы выиграл какой-то человек, который вот тупо хочет выиграть, а на самом деле он мне писал там какие-то гадости. Блокирую их сразу, чтобы они даже не участвовали. Хотя они могут, конечно, с другого аккаунта, я надеюсь, что нет. Вот, и просто получается даже так, иногда, ну, кто пишет там, что вот там плохие комментарии, что вы там говорите и так далее, я все эти плохие комментарии реально удаляю, блокирую, и остаются только те, кто говорит, ой, как много плохих комментариев, зачем вы пишете населенную вот это, вот это, вот это, и всё перечислял. И получается, что как бы человек пишет комментарии ни к чему. Ну, то есть нет уже этих комментариев, они заблокированы. Короче, девчонки, вот кто меня любит, позитивчики, кто видит хорошее в людях и вообще вокруг себя, блин, пишите комментарии хорошие. Я вообще заметила, что вот этот весь негатив, его, видимо, лайкают все тихонько, и он поднимается наверх. Такие, которые набирают лайки, поднимаются эти комментарии наверх. А все мои, которые меня хвалят, которые меня любят, пишут добрые, хорошие слова, они потом. Я обычно вот так захожу, блок-блок-блок-блок-блок, и оп, мои начались девочки, которые, Илья, ты такая хорошая, не обращай внимания, ты там то и сего. Так что большое вам спасибо, что вы это пишете, и большое спасибо тем, кто отвечает моим обидчикам. Так, что я еще хотела сказать? Да, на завтра я оставляю какие-то себе задания. Вот, завтра я напишу новый пост в Инстаграме. И, кстати, по этим постам я теперь буду планировать свои дни. Да, вот, сейчас пойду включу сериал «Черная любовь». У меня там половину третьей серии посмотрела. Там большие серии такие, поэтому не всегда мне удается в раз посмотреть всю серию. Я ее делю полдня, полсерии в один день, полсерии в другой день. Сейчас сделаю себе бутербродик, чаечек, включу серию. Всем доброе утро! Мы проснулись, я составила план на день, досмотрела вчерашний полсерию. У меня по полсерии получается смотреть в день. Ну, хоть радует. Хотя, вот, если я сейчас полсерии посмотрела, до конца досмотрела третью серию, опять поплакала, то завтра, ну, вечером я, возможно, перед сном полсерии еще посмотрю. Но я засыпаю прям. Потому что не знаю почему, то ли от зодок, а я сейчас, кстати, ну, пила лекарства, лазалван и зодок, пять дней пропила зодок. Лазалван, не знаю, наверное, еще пару дней надо, там, сколько курс надо будет почитать. И, реально, кашель становится меньше, и меньше уже меня беспокоит. И с утра я уже не так откашливаюсь, и в течение дня я могу как бы разговаривать. Ну, вот будет прямой эфир, посмотрите, я уже не так буду кашлять. И это меня радует, что все проходит, и в грудной клетке легче становится как-то. Вчера я так и не сходила в аптеку, в магазин. И еще надо выбросить мусор, у меня два пакета огромных мусора уже накопилось. Хорошо, что там нет ничего вонючего, ничего не воняет. Поэтому сегодня нужно выбросить мусор, обязательно уже пойти в аптеку, потому что сегодня край. И сходить в магазин. Я очень много ем шоколада, девочки. Но я шоколад покупала либо без сахара, эко, он в магните продается. Мне он очень нравится. Кстати, надо будет еще с орешками взять такой. И еще мне очень нравится российский шоколад с миндалем, крупным, цельным миндалем. Черный. Ну, я люблю черный шоколад. И вот я ем этот черный шоколад прям, мне кажется, по полплитки в день. Ну, за целый день по чуть-чуть, там, раз кусочек взяла, два кусочка. Не знаю, ну, вроде я еще в своей как бы... На килограммчик я поправилась от того, что я хотела, но вроде пока нормально. Планов сегодня много. Я хочу убрать все здесь в спальне чистенько. Хочу теперь в зале убрать прям локально. На своем там месте, около телевизора. Здесь и здесь все сложить, все убрать, как-то перестановочку небольшую сделать. Вот. Поубирать, а также поучить английский, прочитать натальную карту мужа. Она пришла наконец-таки. Пройти марафон, потому что я вчера первую прошла, а на второй... Пипищи. Пойдем. А на второй марафон у меня уже не хватило сил. Я уже ночью, блин, решала. Также монтаж видео. В общем, там еще что-то написала по плану. Я уже даже не все помню. Я там 9 себе заданий дала. В общем, будем выполнять. Сейчас в аптеку собираемся. Вышли. Сейчас реально вот сходить в аптеку или в магазин, это выполнить задание. Прямо потому что... Ну, сами понимаете. Во-первых, еще погода пасмурная сейчас такая. Прямо холодненько так и сыро. Знаете, ветерок такой неприятный, холодный, сырой. Вот. И это чувствовалось еще из дома и не хотелось выходить прям. Но уже надо, уже прям припекает. Мусор выбросила. Оказалось, его так много. Везде все пособирала. Целый мешок мусора вытащила. Вот. Все. В магазинчик сейчас и домой. Кстати, я когда выхожу из дома, всегда имею привычку брать ключи от машины с собой. Даже если я планирую пройтись пешком или куда-то мне там вообще чуть-чуть дойти пешком. Потому что бывает погода такая непредсказуемая и неприятная, что пройтись пешком даже 200 метров, как я, блин, хваталась за столбы здесь и не могла, чуть не улетела. Вот. Я имею привычку брать. И иногда бывает, когда я не беру ключи, забываю или думаю, да, пробегусь прям конкретно. Вот 100% погода хорошая, прям не беру ключи. И обязательно что-то случается такое. Либо мне звонят, что нужно еще куда-то заехать. Либо погода портится резко. И я жалею, что я не взяла ключи. И, короче, раз пожалела, два пожалела. Теперь имею привычку просто брать всегда ключи с собой. Мало ли что, я захочу поехать на машине. Поэтому мы вот сейчас вышли и пешком совершенно не хочется идти. Есть таким ветром, блин, мы реально... Пока вы унесли мусор, пока дошли до машины, у ветря ганища такое. Так что на машине поедем до магазина. Начала снимать... Не стала снимать в магазине, потому что... Вкусно? Не стала снимать в магазине, потому что неудобно, быстро-быстро хотела. Сейчас приду домой тогда. Все, мы уже взяли. В аптеку не надо было заходить. Все было в пятерочке. То есть в магните точнее мы были. Вот. И сейчас доеду до дома и уже покажу с пакетика вам, что я взяла. Так, пришла домой, буду частями снимать, потому что все не помещается. Решила сделать крабовый салатик. Взяла две пачки крабов. Там взяла еще огурец, кукурузу, майонез с лопада, самый лучший. Я его буду мешать напополам со сметаной. И что там еще для крабов? А, яйца есть. Взяла курочки. Люблю вот такую курочку. Ее, я не знаю. Могу сделать мультиварки. Могу, не знаю, потушить что ли. Бананы. Таких два оставалось. Эти мы уже чуть-чуть поели. Денька увидел. Взяла пергаментную бумагу для выпекания. 24 рубля, по-моему, стоит. Вот, смотрите, сколько... Будь здоров! Сколько шоколада я набрала. Но вот этот без сахара, это мой любимый. Я его люблю, беру. Потом российский не нашла с цельным миндалем. Но по мне так российский бабаевский одна тема вообще какая-то. По-моему, они одинаковые. Но я заценю вот этот. Беру темный шоколад всегда. Цельный лесной орех шоколад темный. Риттер взяла. И еще увидела с ликерчиком. Что-то у меня в последнее время не заходит вообще алкоголь. Может быть, конфетки с ликером по приколу будут. Ну, короче, красиво выглядела. Так взяла. Попробую. Деньки и молочные ломтики. И соскучилась за сникерсом. Что-то я расслабилась, да. Чувствую, придется потом плотненько сесть на диету. Но я взяла маленький специально, чтобы сильно себя не соблазнять. Прям соскучилась. Короче, я очень-очень люблю шоколад темный. Вот я его набрала, блин. Еще взяла картошки, но я ее уже убрала туда. Чтобы не думали, что у меня какие-то бутылки там спиртного. Это бутылки все с сиропами для кофе. Просто я сейчас не пью сироп и убрала подальше. Ой, девочки, прочитала только что натальную карту мужа. Блин. Алена просто невероятный человек, который просто очень-очень круто умеет делать эти карты. Мне очень понравилось. Просто все в точку. Ну, просто все в точку. Но это мое мнение, да. Я еще хочу, чтобы сегодня муж почитал свою натальную карту. Я не знаю, захочет он читать или нет. Я вообще ее делала для себя, чтобы о нем лучше узнать. Но мне кажется, ему было бы интересно почитать. И его мама просила тоже скинуть ему эту карту. Ей карту про него почитать. Но на самом деле все, что я вижу, все, что я знаю, так как я ему доверяю, так как я верю в него, да. И вообще вот все это дело. Ну, то есть в этой карте все описывается. Почему? Потому что именно вот так вот звезды лежат, что он такой. Ну, короче, крутой у меня мужик. Не знаю, крутой мужик у меня. Самый лучший на свете. Именно такого я и хотела всю жизнь. Вот. И мы вообще с ним очень похожи в этом смысле. Ну, у меня немножко все, ну, немножко по-другому, конечно, там, да. Но в плане позитивные, сильные желания, стремления, лидерства. Это у нас очень похоже. Короче, я реально всем рекомендую. Я уже говорила о том, что Алена сделала карты натальные всем моим подругам. Все мои подруги остались довольны. И с кем-то я даже вместе разбирала эти натальные карты и со стороны говорила, что вот просто в точку про тебя. Я говорю, тебе этого не говорила, но вот это реально про тебя. Ну, у меня все подруги думающие, вот. Поэтому они тоже себя очень хорошо знают и согласны, что, да. И поэтому мне прямо, вот знаете, когда столько много отзывов, да, и я сама вижу, и очень помогают такие карты, да, узнать человека больше, как-то влиять, и себя узнать лучше, и кого-то узнать лучше. Поэтому я вообще смело, сто процентов могу рекомендовать этого человека. И очень приятно, когда потом мне пишут, что заказывали карту у Алены. И типа вообще благодарность, спасибо за то, что ты ее порекомендовала. И люди еще раз заказывают. То есть если у нее кто-то заказал один раз, у нее заказывают еще и на детей, и на мужей, и на всех-всех-всех. Как сарафанное радио. То есть эта девочка ждет успех точно. И, в общем, я ссылку на нее оставлю под видео, потому что я знаю, что вы будете спрашивать. И много спрашивают в Инстаграме, пишут. Я всегда отвечаю и отдаю ее ссылку, потому что реально нужный человек, мне кажется, для каждого. Я прям для себя открыла какой-то новый путь в плане узнавания людей. Так что у меня теперь есть три натальные карты. На себя, на Деньку, на мужа. Вот. И прям это такая даже, я бы сказала, не то, что прочитал ты и оставил. Нет, там очень много информации по разным аспектам. Отношения, карьера, подсознание, сознание. Очень много всего. И будущее, и как реализовать себя, и на что нужно обратить внимание, и как с этим работать. Очень много советов. Поэтому это как настольная такая карта, которую можно периодически перечитывать, что-то в ней еще раз для себя открывать, на что-то обращать внимание. Я считаю, что это очень важно. Очень крутая карта. Она и вдохновляет, потому что, знаете, когда у людей все потеряно, они уже не знают, там и в депрессиях мучаются и так далее. У нее в карте написано, как низшие проявления, которые могут быть в человеке, и как высшие проявления этого знака. То есть, как есть негативная сторона проявлений каких-то качеств, которые есть у человека по звездам. И она там же дает советы, как от низших качеств прийти к высшим. На что нужно обратить внимание, что нужно делать, прям рекомендации по тому, какой бизнес может быть. И даже какие-то моменты из прошлого, то есть, да, там, кем работает мама, да, там, или какие-то в прошлом могли быть ситуации. То есть, исходя из звезд, она даже, ну, предполагает какие-то вещи и предполагает их очень точно, просто, ну, невероятно. Я реально читаю, у меня где-то слезы, где-то смех, радость, да, потому что, ну, так точно все это описывать невероятно. Аж самой хочется изучить этот момент, как это, как это делают. Вот, поэтому я ее рекомендую, Алена, астролог, у нее большая запись, к ней много людей обращается, поэтому я рекомендую ее тоже, ссылка на нее под видео. И что еще? Ой, аж настроение поднялось, как-то сейчас кофе выпью и посмотрю по планам, что там сегодня делать мне надо. Я хотела убраться, причем убраться, наверное, лучше вебинар мне пройти и английский, вебинар пройти и английский выучить сейчас. Так, сейчас я приступаю к приготовлению, не трогай нож, приготовлению, чего, чего приготовлению, да и не отвлекаешь меня, грабового салата, вот. Сейчас все буду нарезать, яички уже сварила, вот они, и параллельно слушаю вебинар, интересный, любопытный для меня. Так, сделала салатик, и знаете, что я хочу попробовать его, сейчас ничего не солила даже сюда и ничего не добавляла, хочу попробовать добавить вместо сметаны и майонеза, вот то, что я сделала, йогурт. Давайте попробуем, и посолю тоже, просто поэкспериментировать, насколько будет вкусно или нет. Чуть-чуть посолить и прям немножечко налить, вот, помешаем. Чуть-чуть сделала специально, вдруг будет невкусно, ну-ка. Слушайте, очень даже неплохо. Сегодня необыкновенно красиво на улице, необыкновенное небо. Оно, видите, с облаками и такие много белых пятен, очень красиво вообще. И вот так вот переходит в серость такую, а там все красно. Ну что, мои хорошие, уложила Даньку спать, сейчас без 15.09 вечера. Кстати, кто-то в комментариях у меня спрашивал, не рано ли я кладу ребенка спать. На самом деле не рано, даже если мы идем спать, ложиться, ну, в 7 еще рано, да, но вот в 19.30 я говорю, идем спать. Это не факт, что прям в 19.30 он уснет. То есть он засыпает вот, ну, пару раз было, что он прям быстро за 5 минут заснул, да, там. Но пока мы идем спать. Потом ему надо сходить там два раза в туалет. Потом ему надо попить. Потом ему еще что-то нужно сказать мне. Поэтому как бы укладываемся это к тому, что мы идем ложиться и как бы готовиться ко сну. То есть мы везде все выключаем, мы ложимся, еще звоним папе, желаем спокойной ночи. Вот. Как бы потом чуть-чуть вертимся. Обычно он вертится, да. Ну, вот сейчас минут 20 я его укладывала. То есть ему надо было что-то сказать. Пока позвонили, в туалет сходили, водички попили, занавеску поправили, прищепкой поиграли и все. Вот. И пошли спать в 19.30. Ну, то есть вот как бы пока вот то и пока все, нос почистили, там, легли спать, и что-то носик надо почистить, нос пошли почистили. Ну, то есть, я его не прямо в это время прям укладываю, да, там, накрыла, все спать. А именно вот такая длительная подготовка ко сну у нас идет. Ну, что мы все выключаем, ложимся. Так, сегодня какой-то день. Вот этот вебинар, который у меня новый, на самом деле, ну, вебинар по СММ. По СММ. Как зарабатывать. Ну, там больше рассказывается, как найти клиентов и как зарабатывать и продвигать Инстаграм-страничку. Какими способами, как на этом зарабатывать. Вот. Но я больше этот вебинар прохожу не для того, чтобы найти себе клиентов, естественно. Я бы сама такая, кто бы мою страничку в Инстаграме продвигал, да, СММ-менеджеров. На самом деле, очень много разных, но хороших единицы, как и в любой другой сфере, да. Особенно сейчас СММщики эти востребованы. Даже у меня есть много людей, девочек, кто имеет свои салоны красоты. В основном, да, салоны красоты или, да, салоны красоты. Очень много у меня девочек, они просто разные, там, один салон массажа, например, другой татуажа. Третий салон красоты, ну, вот как мы привыкли, маникюрщик, педикюрщик, косметолог, да. И все, с кем я сталкивалась, общалась именно с хозяйками и создательницами этих салонов, да, у всех проблема с человеком, который будет продвигать, продвигать их страницу, чтобы она приносила прибыль новых клиентов. Как правило, люди берут деньги, но не до конца выполняют свою работу, неудовлетворительно, как бы, да, и может быть, там, первый месяц хорошо, а потом спустя рукава, либо вообще эффекта никакого нет, а деньги вложены. Вот, ну, как бы, вот так. Поэтому эта профессия востребована, но хороших мало. И я больше для своего инстаграма, то есть я пошла это все изучать, послушать вебинар, он был недорогой, мне интересно было, и мне, ну, как бы, как вести свою страничку, продвигаться и так далее. Вот, но там все-таки больше уклон на клиента идет. Вот, поэтому что-то я для себя взяла, но я еще даже не дослушала. Там еще есть полезные всякие видео, рекомендации. Но этот вебинар просто занял у меня полдня, и я его еще до сих пор не доделала. А, еще, кстати, я этот вебинар взяла именно, чтобы посмотреть, может быть, я вам, так как желающих очень много, на самом деле, пройти в школу блогера, именно от меня, пошагово, вот что я рекомендую, с чего начать. И хорошо бы с домашними заданиями, с проверкой домашних заданий, да, я все это, как бы, хочу сделать. И я думаю, может быть, действительно, то есть я сделала онлайн-школу уже, да, но чтобы сделать эти все видео, все это дело подготовить, очень много времени у меня просто его нет. Вот я каждый день думаю о том, что нужно смонтировать хотя бы один ролик, и мне просто на него не хватает ни сил, ни времени. Поэтому, я думаю, может быть, вот формат такой попробовать, да, вот как марафон сделать, сделать его таким кратеньким, емким, информационным и с домашними заданиями, и с проверкой этих домашних заданий. И я думаю, что это тоже неплохая прокачка, сразу взять несколько людей, в принципе. И из-за марафона, из-за того, что сразу много человек может вот так вот участвовать в этом марафоне, да, из-за этого даже может и цена быть ниже на марафон, чем если бы это был онлайн-курс, видеокурс. Потому что это все-таки аудио, да, и в таком более лайтовом какой-то формате. Ну, в общем, я думаю, и решила тоже пройти этот марафон, чтобы посмотреть просто, как они его делают. В общем, я вообще хотела сегодня провести прямой эфир, но уже время 20.48, я не знаю, есть ли смысл в прямой эфир выходить, уже поздно. В общем, опять сегодня все пошло не по плану. Но у меня еще есть время, я еще сегодня поучу английский. Вот, что там у меня там еще было? Надо заглянуть, посмотреть. Что там? Я сегодня напланировала много. Ой, мои хорошие, я впервые за долгое время легла спать в 4 часа ночи. А увлечена я была тем, что, короче, там обрабатывала фотографии по-новому. И хочу сделать в инстаграме единую ленту. Более-менее в этом разобралась. И как только я в этом разобралась, все, я начала фигачить. Короче, мне захотелось все фотографии, которые у меня есть, всех по-новому обработать. Они заиграли новыми красками. В общем, сейчас вот свой инстаграм я здесь оставлю. Я преображаю свою ленту. Я не знаю, к тому времени, как выйдет этот влог. Может быть, что-то уже будет, потому что я не могу сразу 50 фотографий выложить в одном стиле, чтобы сразу все, да? Ну, потихоньку, но уже я делаю единый стиль. Вот. И, в общем, хочу поработать над своим инстаграмом, немножко над внешним видом, чтобы и ваш глаз радовался, и мой. Но я еле вчера заставила себя лишь спать. И то легла не потому, что хотела, потому что надо уже было ложиться. Я понимала, что просто малой встанет. В 7 утра он встал, девочки. В 7 утра. В 8 где-то он уснул. Полдевятого, да, я вышла. И в 7 утра он встал. В общем, я знаю, как его уже привлечь. Он, кстати, из комнаты не выходит. Вот мы спим с ним в комнате, и он из комнаты без меня не выходит. Это хорошее качество у него выработалось. Вот. И что ему нужно? Ему сходить нужно в туалет. Я его сводила. Его нужно накормить. Я его накормила. И дала ему мультики. И еще поспала. И где-то полдевятого. Ну, то есть еще полдевятого, еще полтора часика я смогла поспать. Ну, я такая спала в полудреме, потому что все время рядом. Я слышала эти мультики. Если мультики играют, то значит он пристально их смотрит. В общем, полтора часика ему кайфов было. А он, кстати, когда смотрит мультики на телефоне, я ему редко даю свой телефон, потому что его потом хрен заберешь со слезами. Поэтому, когда он смотрит мультики на телефоне, он, конечно, прям вообще внимательно смотрит, не отходит никуда. Потому что маленький же гаджет, да? А вот когда на телеке я ему включаю, он и бегает, и играет параллельно, и бесится, не слушается. Вот, короче, вот такое вот я заметила. Не знаю, как мы будем с этим работать. Выпила кружечку кофе. Сейчас выпью еще одну. Вроде бы потихоньку прихожу в себя. Вообще не хотела сегодня составлять никакие планы. Думала, все будет разбитое. Ну, на самом деле, я составила небольшой список планов. Это надо принять в баню. Это обязательно нужно смонтировать видео, позаниматься английским языком. И еще я не могу никак отпустить эту тему с этой комнатой, которую я хочу тогда делать. Пока есть возможности, нужно делать. Ну, возможности финансовые. А вот возможности в плане того, что в самоизоляции никто не работает. Ну, как бы и работает кто-то, да? Ну, тут карниз. Я, короче, решила посмотреть другие конторы. Где, может быть, будет продаваться карниз. Может быть, какой-то магазин частный, да, он открыт. Может быть, такие, как Леруа, там, и ХДМ Юг, они закрыты, да? Но, может быть, какие-то просто компании, которые продают карнизы, да? И можно прийти, посмотреть, карниз выбрать и купить. Может быть, какие-то магазины открытые. Может, я так уже сделаю. Вот, поэтому сегодня хочу поштудировать этот момент. И все, я реально отдыхаю. Буду кушать бутербродики, пить кофе, нежиться в ванне. Ну, в общем-то, и сегодня вообще... И надо сегодня лечь пораньше спать. Потому что это трэш. Я не люблю ложиться поздно. Я заметила, что максимум, там, вот в 2, если я ложусь, и то это для меня очень поздно. Я люблю ложиться в 12, в час. А еще, я вам, наверное, говорила, не говорила, для меня мечта, чтобы я засыпала с ребенком. Вот иду я его укладывать. Я хочу вместе с ним заснуть. Я не хочу вставать и опять что-то идти делать. Потому что я с ним очень сладенько лежу, сплю. Это вообще, это невероятное ощущение, когда... Вот в момент, когда он засыпает, и такая няшечка, такая колбасочка лежит. Так хочется залезть к нему под бочок, под подмышечку его, и вот так сладенько уснуть. Вот, поэтому мне все время не хочется вставать. Но вечно я на вечер откладываю кучу дел, чтобы спокойно их сделать. Чтобы не прыгал никто на голове у меня, не отвлекал. В общем, вот так. Поэтому сегодня я отдыхаю. Если что-то интересненькое будет происходить, или что-то все-таки я узнаю, найду, я вам обязательно скажу. Встала на весы и вешу я 55 килограмм. Ну, короче, с одеждой, с носками, и с тем, что я попила кофе, было 55 с половиной. Ну, полкилограмма я скидываю на одежду, на вот это, на носки свои теплые, и на 350 миллиграмм молока. Ну, пол, половина скидываю. Так что 55 я вешу, и поэтому сегодня я жарю картошку. Потому что я очень люблю жареную картошку. Вот, немножко, ну, немножко масла растительного, чтобы поджарилось, вот. Потом чуть-чуть потушу. И уже поджарила тоже и потушила ножки куриные. Обожаю. И еще сделаю салатик. И буду кайфовать. Ну что, мои хорошие, вот такое блюдо сегодня у меня получилось. Прям, прям так хочу, а я не могу. Слюнки текут. Ой, мои хорошие, какая же я ленивая сегодня, вообще ничего не хочу делать. Но я все-таки позвонила в натяжные потолки. Я в несколькие фирмы звонила, тогда я помню, что где-то было дешевле, где-то было дороже. Но там, где было дороже всего, по телефону, где мне озвучили, эта девочка потом звонила мне еще раз пять, наверное, и узнавала, что да как, а готовы ли мы, а вот еще что-то узнать, как бы. Но она такая, подвешенный язык, такая, как-то располагает в общении. Не знаю, почему-то она меня не напрягла даже своими звонками. И в итоге, когда я решилась все-таки заказать натяжные потолки, замерщика заказать, как-то первая, кого я вспомнила, это ее, вот, и сразу же нашла. А остальных, у кого я там узнавала, я ей не найду телефона даже. В итоге я ей позвонила, и, в общем, через пару часов приехал замерщик, все замерил, вот. И у меня как-то в этот карантин какая-то боязнь, мне пришло, ну, как бы, они просили 50%, чтобы оплатили сразу. То есть пришел замерщик, замерил все, и просит 50%, чтобы сразу оплатили. Еще ничего не сделали. Сейчас он уйдет, и потом где я буду искать, свистеть, как бы. Если я подумала, что она сказала, 10% нужно будет оплатить, он объяснил, что они там изготавливают этот потолок, там, типа, материалы отрезают, что-то там делают, и, типа, за это надо половину заплатить, чтобы они, как бы, не резали просто так. А если я передумаю, то, да, они... Просто я первый раз с этим сталкиваюсь, и я не знаю, я привыкла, что здесь мне все говорят, вперед никому не платить. Ну, и мы, короче, договорились вроде бы на 30%, чтобы оплатить. В общем, 30% оплатила. Даже, получается, не 30% оплатила, а 25%. Вот. И, в общем, у них там и очередь даже какая-то, то есть через неделю, наверное, где-то. Если раньше получится, то раньше приедут, сделают мне. Вот. Ну, короче, это будет отдельное видео, именно, какую я выбрала нишу, и какой у меня будет потолок, я прям сниму отдельное видео. Вот. Ну, короче, все. Должен быть у меня потолок, я надеюсь, меня не кинут. Вот. Что-то мне придут делать потолок, и они заберут мою 3000. 3000 заплатила. Мне, короче, весь потолок там в 11-200 посчитали. Только в спальне, на мои 17 квадратов. Ну, короче, все это вам покажу, расскажу, что я выбрала и почему. Вот. Так что будем ждать мой потолок, ждите отдельного видео. У девочек поинтересовалась за карнизы потолочные в Инстаграме. Мне много кто поскидывал примеры, что да как. В общем, я заказала, в общем, со всеми этими нюансами. Сказала, говорю, для меня важно. Но я вам все это потом в видео расскажу, какие нюансы важны и что и как. Как только будет потолок, я первым делом хочу купить шкаф и кровать. И тогда мы уже плентуса положим. В спальне. Вот. А вообще, вообще-вообще-вообще-вообще-вообще-вообще мне же нужно будет потом делать электрику здесь, на кухне. А нам нужно все, что на кухне, куда-то будет перетащить. Мне, короче, нужно продумать эту конструкцию. Пятнашки, знаете, я в пятнашки играю в моей квартире. То есть там лежат вещи, там лежат вещи, там лежат вещи. В одной из комнат, в каком-то углу мне нужно кое-что сделать. Для этого эти вещи нужно перетащить сюда, а эти туда, а те туда. А если так, то потом вот эти туда, а эти туда. И вот я говорю, я все время играю тут в пятнашки. Ну, это даже весело иногда. Вот. Все, хочу включить, хочу включить. Уже время 6 часов вообще. Я только проснулась на самом деле, и уже 6 часов. Ну, такое ощущение. Я рада. В общем, жду. Надеюсь, потолки будут сделаны в ближайшие, и лед тронется. Кстати, он пришел в маске, весь такой, весь зачехленный. Это классно. Вот. Денька был далеко, он был в комнате, и даже не выходил, потому что я ему на компьютере включила его любимые три кота. Он сидит, короче, смотрит, и он даже не выходил. Вот. И чего? И чего-чего? Лед тронулся. Иначе я бы сошла с ума, честно. Сейчас я сделаю себе чаю. А, выпью витаминчик С. Сделаю чаю, съем шоколадку. Я очень много шоколада ем. Но я взвесилась. Я взвесилась. Я не сильно поправилась. А я говорила уже. Ну ладно, забывай все. Ой, крошки мои, ну что, вечер глубокий. Время 10 часов. Я пишу сериалы, посмотрела. Деньку уложила. Потом мне начали все писать, что там где-то кто-то увидел в анонсе, что я буду в новостях на Первом канале. Там чуть-чуть меня должны показать, как я ремонт делаю. В общем-то, в 21.00. Ну и я же сидела и ждала. Думаю, ну кусочек записать. Что там вообще показывают? Не ругают ли меня, что я там что-то опять делаю не так? Я привыкла, что меня не хвалят. Если кто-то обсуждает. А говорят, что я что-то делаю не так. Что я рукожоп там или тупая блондинка. Как бы для меня это нормально. И мне даже, ну как бы смешно. Если меня где-то показывают, думаю, ну, наверное, смешно в каком-то виде. А тут даже не смешно. А как вот в пример, можно сказать. Маленькие 3 секунды показали там. Ну как бы в пример, что я вот ремонтом, например, на самоизоляции занимаюсь сама. Вот. Но я здесь вставлю вам кусочек. Захвастаюсь своей секундой славы на первом. Все сидят дома. За этот срок мы многое перепробовали. Работа на удаленке, учеба, флешмобы. На этой неделе появился еще один. Домашний показ мод. На самоизоляции кто-то набирал килограммы, а кто-то сбрасывал. Кто-то делал ремонт своими руками. Освободила эту комнату, краску притащила. Прямо вот один или два слоя надо будет сделать прям сегодня. Сидя дома, миллионы человек. И чё, и чё, и чё, и чё. Сейчас я сажусь монтировать вам этот влог. Может, еще что на первой там вырежут. Интересно. Вот. И, ну и все. Как бы, ну и все. Все хорошо, все нормально. Короче. Ем шоколадки. Делаем ремонт. Обучаемся. Короче, влог какой-то длинный, мне кажется, получится. Надо его скорее смонтировать и сделать чаечек. И пойти смотреть сериальчик свой. Чёрная любовь, смотрю я и плачу каждый раз. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего. До следующего влога. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok